Открывать миру свои таланты и умения, приносить людям радость и хорошее настроение, делиться знаниями и информацией. Казахстанская Медиа Академия представляет. Ежедневные истории о том, как обаятельные и харизматичные становятся медийными. Присоединяйся! Всем привет! С вами Макжан Кадрбеков и Казахстанская Медиа Академия. Несмотря на свою беженную популярность, этот человек очень скромный и считает, что он не создан для телевидения. Поэтому все свои силы и знания он вложил в радио и золотую пару музыки 60-х годов. В гостях Медиа Академии живая легенда, знаток своего дела и настоящий интеллектуал Ноэль Шайхметов. С появлением первой FM-радиостанции в Алмате она появилась. Это Радио Максимум Российская. В 1992 году, как Казахстан приобрел независимость, открылся совместный проект «Казахстан-Россия». Радио Максимум, вы знаете, да, в Москве есть такая известная станция. Первый набор, который был на Радио Максимум, это люди пришли, можно сказать, с улицы. Были часть журналистов с Казгу, а большая часть это люди, которые занимались музыкой, любили ее. Просто собирали пластинки, вот как я, допустим, с детства собирал виниловые пластинки, занимался музыкой, играл в ансамблях, создавал их школьные, студенческие. Ну, в общем, как бы музыкой сильно занимался. При том, что у меня есть опыт и учебы в консерватории. Я учился на подготовительном курсе Алматинской консерватории, раньше она называлась, ныне, национальная консерватория имени Курмагазы. Рано начал сочинять тоже музыку, стихи. Ну, как любой из нас, мы пробовали все писать стихи, пытаться писать музыку. Но это дело для своих друзей всегда. Мы садились на кухни, там дома собирались, пели песни. В общем, так, несчастная любовь и тому подобное. Ну, как везде, как всегда. То есть это все повторяется, повторяется, повторяется. Но вот этот опыт, который мне позволил, вернее, знания, которые я накопил музыкально, они пригодились мне, когда открылась вот эта радиостанция. Меня пригласили в качестве музыкального ведущего. Я пришел и начал рассказывать о музыке 60-х, 70-х годов, которую я сам до сих пор увлекаюсь, люблю. Это музыка от Битлз и заканчиваю там, условно скажем, Пинк Флойд, да, такой философской музыкой уже. Ну, вот этот период 60-х, 70-х, это вот этот взрыв, невероятный взрыв стилей, жанров и направлений, который произошел в те годы, он вряд ли уже когда повторится на нашей памяти. То есть, ну, наше, ваше поколение после нас это вряд ли произойдет, потому что такое явление, оно происходит крайне редко на самом деле. Вы сейчас, наверное, обратили внимание, что очень много музыки, которая сейчас звучит, она на каверах вся построена. Перепевая то, что было написано там 30-40-50 лет назад, этот говорит о том, что музыка стала искусственной, ее пишут компьютеры, по сути дела. Люди уже перестали заниматься вот таким великим искусством, как из семи нот создавать шедевры произведения от классики, джаза и популярной музыки. Коммерческое телевидение Казахстана 90-х годов – это особый разговор для тех, кто помнит те годы. Конечно, сейчас в это трудно поверить. В Алма-Ате просто вымирал город, когда Динара Гюбая садилась читать объявления. Продается то, продается все, и она часами это читала, и людям было диковинку видеть красивую девушку, эффектную, такую прямо, ну, по тем временам, то есть, свет был отвратительный на телевидении, камеры, естественно, были, соответственно, такого же качества, но это было все в новинку. Потом, когда заканчивалась вот эта программа объявлений, там выходил какой-нибудь мультик, который ждали дети, да, то есть опять мультик заканчивался, начинались клипы страшного качества, все же на видеокассетах выходило. Мы получили огромное количество знаний сегодня на уроке, спасибо всем огромное. Директор, вот Фидель, он пригласил, как-то ко мне приехал, вернее, к нам на радио, все радиостанции раньше находились на Коктюбе, мы прямо сидели на вышке, то есть в городе практически никого не было. Он меня увидел и послушал, как я веду программы, и говорит, слушай, Найль говорит, давай ты будешь делать телепроект какой-нибудь. Я говорю, телевидение мой конек, и я вообще не вижу себя в телевидении, потому что, во-первых, я считался очень застенчивым, мне казалось так, что я не смогу на камеру что-то говорить или там делать, сниматься специально. Он говорит, окей, прошел месяц, он опять приезжает, еще раз предлагает. Он говорит, я просто вижу, как ты будешь смотреться классно. Вот он что-то видел, он как директор, он что-то увидел во мне. Он говорит, бери любую программу, какую хочешь, вот что хочешь делай, вот в итоге он мне сказал, редко когда так говорят, да, обычно приглашают конкретно что-то делать, там, новости читать или еще что-то. В 90-х годах это считалось круто такое. Вот сзади тряпка висит, там, мы стоим, я говорю, а сейчас мы будем смотреть, только Майкл Джексон выпустил Дэнджерис альбом Remember the Time, вот эту композицию, и мы объявляем, свежачок идет, потом Мадонна, потом там, ну, еще этих молодых не было, нынешних современных, там, как-то, Принц, Джордж Майкл, вот поколение вот этих музыкантов, они правили балом в то время, ну, попсовики так называемые. И вот я делал вот эту программу, просто объявлял клипы, и не получал никакого удовольствия от этого. Ну, во-первых, процесс долгий мне казался, что, постоянно что-то переписывали, просто запинались мы, потому что не было же суфлера никакого, это все из головы надо было брать, то есть тексты надо было писать, учить их. Ну, если, то есть, скажем, на радио, там, мне проще было, то есть ты сидишь один, никто тебе не мешает, ты разговариваешь там, ну, условно, с кем-то там, и как бы тебе легче это делать. А телевидение для меня очень тяжелый процесс был, и я так и не смог, как бы, себя видеть, увидеть в телевидении. Прошли годы, и вот как-то приходит мне предложение от телеканала «Алматы», буквально осенью, предложением сделать телепроект, который называется «Алматинские истории». Я очень люблю Алмату, и вот историю нашего города, она богатая, красивая, такая интересная. И я согласился и стал делать историю алматинских дворов. Ну, сейчас мы пока обходим золотой квадрат вот наш вот этот, потому что в золотом квадрате жили все выдающиеся казахстанские деятели культуры, искусства, науки, политики. Мы часть программы, допустим, посвятили, один из дворов, где жил там Каныш Садпаев, наш академик, первая Академия наук, дом актеров, где жили знаменитые братья Абдулины, ну, в частности, Муслим Абдулин. Вы наверняка знаете Сагнай Абдулина, ведущего, да? Вот это его папа там жил, народный артист Казахстана. В этом доме жил Шакен Айманов, знаменитый наш режиссер, который постановку сделал таких фильмов, как «Ангел в тюбитейке», «Наш милый доктор». Там, в общем, все шедевры казахстанского кино. Это, конечно, из-под его пера выходило все это. В общем, мы обходим ее. Эта программа неожиданно получила очень сильный такой резонанс. И эта программа на телеканале Алматы, говорят, сейчас занимает топовое первое место. Чего я вообще никак не мог предположить. Потому что программа, она все снята на улице, по сути дела. То есть мы в помещениях практически не снимаем. И интервью берем непосредственно у потомков великих людей или те, кто их хорошо знал. Но, как правило, это потомки. Скажем, я перед последним программой снял пять часов, снимали в квартире Димаша Ахмедовича Кунаева. А рассказывал племянник его Диар Кунаев, который с ним прожил всю жизнь. И он из первых уст рассказал какие-то семейные тайны Димаша Ахмедовича, какой он в жизни был. Не так, как мы привыкли, ну, о нем как о политике только говорить. И вот этот дом уникальный, который находится на Тулебаево и Виноградово, старая улица, о нем много снимали программ. Но такого, как Диар рассказал, мало кто знает. Мы узнали очень много. Он поделился с нами очень интересной информацией. И я думаю, что мы набрались очень большого опыта за этот урок. У меня пока, слава Богу, получается эта программа за счет того, что о великих людях говорят их дети, внуки. Скажем, вы слышали, да, академика Алкей Маргулан такой, да? Знаменитый, это наш основоположник археологии Казахстана, который все огромные открытия, ну, то есть находки археологические, это как бы под его руководством. И один из его учеников там тоже, вот знаменитый золотой человек наш, который вот символ стоит на площади, да, у нас, внучка Алкей Маргулана, Дамеша, это моя подруга, мы вместе в школе учились, она вспоминает, что как в 60-х годах, когда нашли вот этот, раскопали золотого человека со всеми этими драгоценностями бесценными, позвонили домой, говорят, приходите посмотреть. Они пришли, и на кухне, на столе лежал этот человек, просто все драгоценности эти все, то есть такие истории никто никогда не рассказывал. И программа стреляет за счет, за счет таких историй, которые никогда нигде не, может быть, и писались, но, во всяком случае, на телевидении не выносилось это все. Музыкальные предпочтения разных поколений. Конечно, это вечная тема, а для профессионала еще и наболевшая. У меня старший суд, у детей большая разница, 15 лет, да, между старшим и младшим. У меня младший только поступил в этом году в институт, а старший уже трех детей имеет, да. И вот у него своя музыка, при том, что он рос на моей музыке, в 60-х, 70-х, он очень любил Маккарни, там, Джона Леннона, там, вот эти мелодичные песни. А потом, в какое-то время, он ушел и стал слушать вот такую клубную, ну, клубную хорошую, знаете, такую... Вот я всегда в пример ставлю Нурбергена Махамбетова. Вот он очень хорошо отслеживал лондонские клубы. Он прямо ездил в Лондон и там набирал свежую музыку. И она на самом деле классная. Все-таки Лондон продолжает быть законодателем моды и на музыку, и, я считаю, даже на одежду. Да, и это тоже, при том, что говорят, там, ну, Италия, там, Франция, там, Милан, Париж, там, все это понятно, но я почему-то думаю, что все-таки мода идет по-прежнему оттуда, и как бы вот этот остров по-прежнему как бы задает тон вот в этих направлениях, в музыкальном, и обратить внимание даже, если что-то появляется, такое серьезное, из музыкантов, там, это, как правило, из, из... С Афгаристанских островов оттуда идет музыка. Я так думаю, если бы у меня была возможность, я бы тоже в Алма-Ате бы, вернее, в Казахстане открыл отдельно джазовую радиостанцию, однозначно, чтобы у людей, вот как классика. Я считаю, классике надо было прежде всего дать статус национальной станции, чтобы в каждом городке Казахстана люди могли слушать классическую музыку. А они вещают только на три города, да, то есть Алма-Ата, там, Атерау, Атерау и... Вы не поверите, это очень грамотная, красивая станция с красивой музыкой, с новостями культуры, новости, там, где концерты проходят, какие оперы, там, по всему миру. То есть такая, знаете, вот, не в плане хорошего понимания светская станция, то есть добрые, хорошие новости, культуры, все, и музыка. Без коммерции. Без коммерции. Это да, они держатся. Эту станцию открывала Женя Аубакирова в свое время, ее мечта. Сегодня у нас был урок с Наэлем Шахметовым. Он рассказал нам вкратце, как удивительна его жизнь, чем он занимается, и как мы, может быть, сможем достигнуть того же, что и он. Радиоклассика. Классик. На двух языках они вещают, тоже на русском и на казахском. Новости на русском и на казахском входят. И классика идет, и наша казахская классика, и Ахмед Джубанов там есть, и Хамеди есть там, и Моцарт, и все, вся, вся мировая классика собрана. Это потрясающе. Вот многие в машине, чтобы не слушали, обязательно держат эту станцию в плане того, чтобы уши отдохнули. Они, когда на ДЭС слушают какие-то определенные станции, они переключаются на классику, и душа отдыхает. Несколько часов можно просто погрузиться в такой релакс такой хороший. Два часа с Наэлем Шахметом пролетели незаметно, как будто нас подключили к самой лучшей релаксирующей радиостанции в мире. Сегодня я понял, что самым важным в качестве медийной личности является интеллигентность. Во всяком случае, в этом меня убедил наш гость своим прекрасным примером. С вами был Макжан Кадрбеков и Казахстанская медиа-академия. Стань медийной личностью! Вы симпатичны, талантливы и харизматичны? Мечтаете освоить навыки ведущего и блистать на телеэкранах? Казахстанская медиа-академия приглашает вас в старшую группу курсов «Ведущий интервьюер» и «Ведущий прогноза погоды». Приглашаются желающие старше 25 лет. В программе обучения, уроки по технике речи, ораторское и актерское мастерство, работа над экранным образом, развитие навыков общения перед телекамерами, тренинги личностного роста, мастер-классы со звездами и, конечно, настоящие съемки и зрители, которые увидят вас в настоящем телеэфире. Запись на кастинг по телефону в Алматы 317-19-86. Субтитры создавал DimaTorzok